Всем привет! Начну, пожалуйста, на дорогу, потому что кое-что тут увидел на улице. И ветер, наверное, меня плохо слышно. Я тут в магазины бегаю. Короче, еду, значит, я мимо магазина хотела завернуть. Сюда забежать. Сейчас покажу. Вот так вот у нас почистили дорогу. Представляете? Вот что творится здесь. И вот что творится здесь. Вот эти машины бедные, заперты все. Чтобы выехать, им нужно сначала расчистить себе путь. Ужас простой. И на остановке то же самое. Точно вот такая же нагребенная куча ко мне. Представляете? Я вот туда сейчас заехала. Машину поставила. Потому что в другом тут никак. Все, пошла я в магазин. Пришла с работы. Это кормлю. Мои хорошие колы шьют. Уже все перемешались. Более-менее. Ниже чай хотя бы друг на друга. Это вот папочка. Это дочка. А это мамочка. А это сыночек. Какая вот интересная семья. И два рыжих моих. Сухой корм почти съели. Раскидали вот тут все. Не успела еще ничего убрать. Лотки только помыла. И вот накормила. Ой, мамочки кушают. Маруська какая пышная стала. Кушай, кушай, давай она хорошая. Кузя кушает у нас. Поправился чуть-чуть. Это папа. Все тоже вроде нормально. С дочей общаются. Да, Вася? Кстати, персик тоже кушает. У нас те карман ел. А этот вот ест. Пурина. Жидкий корм. Не хватило, что ли? Я им по половинке даю. Врач вообще сказал, ну, ветеринар, что кормить надо только сухим кормом. А жидкий он, как бы, типа вкусняшки, только не всегда. Ну, вот по половинке даю. Вот смели уже здесь. И пришли сюда доедать. Не хватает, что ли? Поцелуй давать слишком дорого получается. Я приехала с работы, с ночной сменой. Хочу показать просто, какие у нас заносы. Смотрите. Такие сугробы. А здесь вот как машину занесло. Закопало. Вообще, это пенец. Вот это место, которое я очищала несколько дней назад. Ну, лет три назад, наверное. Это его опять все занесло. Такие цена. Собачек покормили. Кошку тоже вам покормили. Она сидит. Сушит. Соседка выходила, кормила их. Я приготовила вот такие шашлычки. Это бекон. И внутри курица. И кусочек сыра. Вот тут даже чуть видно. Сливочный сыр. Плавленный. На шпажках. Запекла в духовке. Оставила на примерно 180-200 градусов. У меня там не видно сколько. И запекала примерно полчаса. Такая красота получилась. Очень вкусно получилась. Мы уже кушаем. Ребята, всем привет. Сижу в поликлинике. Сегодня у меня поднялась температура. 37,9. Вот, а завтра мне на работу. У меня кашель. Наспорка начинается. В общем, приехала я взять больничный. Сейчас пришла в кабинет. Мне сказали, надо мозг на ковид. Вот, сейчас жду результат. Я разбудила. Все, ворожек сбежал. Что ты там делаешь? Видишь, что творит? Верни, вишек. Такой взгляд был. Матрешка. Матрешка. Моется. Только что рыжик ей голову вылизывал. Она так удобно сидела. Но я не успела заснять. Что-то я не пойму, что она делает. А, разворачивается. Зачем надо было так сложно, когда вот здесь вот полно свободного места. Ребята, всем привет. Сегодня уже совсем-совсем другой день. Я закончила тем, что я пришла в поликлинику, сдавала анализ на ковид. В итоге анализ у меня был отрицательный. Но мне дали больничный. Я на нем отсидела уже пять дней. Нет, шесть. Всего до шестой день. Сегодня пришла, ну, так как назначено, закрывать больничный там или продолжать. В итоге мне его закрыли. Хотя я себя чувствую еще не очень хорошо. Ну, врачам, видимо, виднее. У меня и кашель, и насморк. Все есть. Но мне больничный закрыли. Слава Богу, у меня по смене есть еще три дня выходных. Я позвонила на работу. Мне сказали отдыхай. Ну, то есть, пока что, видимо, ненужные люди в другую смену. И меня туда пока не дергают. Ничего об этом не сказали. Вот такие дела. Завела машину, чтобы грелась. Все-таки пока ходила, немножечко машина успела остыть. На улице у нас минус 11 градусов. Сейчас очень многие болеют. Хочу пожелать вам всем здоровья. Я знаю, что болеет семья Макаровых. Причем очень серьезно. Ребята, держитесь. Давайте, выздоравливайте. Мы вас очень любим. Также у Кристины дочка заболела. Маша. Ну, сейчас уже вроде как получше. Но все равно берегите детей. Берегите себя. Андрюха тоже. Давай, держись. Выздоравливай. Андрюшка у нас тоже заболел. Идет какая-то эпидемия. Не только коронавирус. Тут у нас все помешались на этом коронавирусе. Если что, так значит все, коронавирус. Но не только в нем может быть причина. Просто обычная ОРВИ, ОРЗ. Люди также продолжают этим болеть. Поэтому не застужайтесь. Не сидите на сквозняках. Старайтесь меньше находиться в общественных местах. Чтобы не подхватить эту заразу тоже. На улице вот так хорошо. Слышка светит. Снег убирает. Я подъехала к торговому центру. Нужно что-то решать с кошачьим кормом. У нас как раз все закончилось. Мне надо переводить их совсем на другой корм. Потому что так и ходят они у меня с кровью. КОНЕЦ Очень долго. Очень долго. 2 килограмма. Почти 2000. Это я сейчас убывала в магазине для животных. На зоомагазине. Там продается специальный корм. Кошачий. И это очень дорого. Я конечно знала, что это дорого. Но раньше я как-то не приглядывалась к этим ценам. А теперь приглянулась. Вернее, пригляделась. Даже забыла, как слова называются. От таких цен. За 2 килограмма 1950 рублей. Эти 2 килограмма нам хватит где-то на неделю, наверное. На шестерых. Это плюс к тому еще нужно все-таки влажный корм. Не знаю, почему ветеринар советует покупать только сухой корм. Ну, кормить только сухим кормом. А влажным, как вкусняшку иногда, только редко. Постоянно на сухариках, мне кажется, тоже не очень интересно сидеть. Короче, у меня дилемма большая. Чем кормить котов? Немножечко город наш. Еду сейчас в другой магазин. Кстати, в нем я раньше работала. В таком центре. Простите, наверное, изображение трясется. Но на дороге почки. Поэтому по-другому никак. Такой вот у нас автобус новенький ходит. Хотя, в принципе, маршрутных автобусов очень мало. Это вот новый район. А это вот старый район. А это торговый центр, куда я еду. Старый Эссен. Что-то люди потерялись, что ли. Не пойму. Короче, вот здесь же должен быть проход. Чего-нибудь только наставили тачик сами. Совсем уже сдурели. А сейчас еще бы сюда. Зато. Просто маршрутные автобусы не были, короче, маленький магазинчик. Это очень удобно. У нас, кстати, открылся Синцей. Огромный-огромный магазин. Ну, я как-то заходила туда. Что-то меня не впечатлило. Или я просто уже отстала от ноги. В принципе, можно зайти посмотреть, что тут есть. Так смотришь, вроде красиво. А к себе примерить как-то не хочется. Что-то я такой, сука, где ты в делу. Ну, цветы ручки не плохие, конечно. Ну, так-то вещей хороших, интересных много. Все неприемлемые. Очень приятные. И вот я снова в Леньце. Пока ездила туда-сюда, еще в один магазин заезжала. Ну, вот, который до этого был. Время уже 3 часа дня. Уже как-то закат. Казалось мне, что у меня на дне что-то там стучит. Короче, машину надо ремонтировать, но у меня пока нет на это средств. Будем делать это чуть позже. Добрала формат под 235 рублей и 25 грамм. Ну, садиваться нету, будем пока это продолжать. Ну, я взяла такие... Терфик тфит. Разные тфит тут была. Там и индейка, и кролик есть. И курица. А, нет, индейка не была. Кролик, курица и вот говядина. Ладно, индейки из Испании. Сухом. И сыну еще и лосок. Что, магазин тоже много набрала продуктов. Потом покажу. Я уже доехала до дома. Хотела просто показать, какие у нас сугробы. Ну, это, конечно, не само выпало, а в смысле на гребле с этой улицы нашей. Ну, со двора всего. Смотрите. Вот машина стоит. И вот сугроб. Вот такие у нас тут были осадки. Лавочку немножко освободили и спели. Откопали. У меня с балкона вот такой вот снежок висит. Тут туда... Не завис, конечно. Тут никто и не ходит, чтобы там опасно было. С крыши сбивают. Вчера вот здесь вот с козырька счищали снег. Или просто вчера я уже не помню. Сегодня, кстати, 27 января. Середина зимы уже прошла. Так что скоро весна. Итак, я уже дома. Что же я купила в предыдущем магазине на блинте? В блинте вы уже посмотрели. Я купила кошачий корм и вот этот вот сок. А вот это все остальное я купила в Находке. Сгущёнку. Понятно, что это, конечно, не сгущённое молоко, а сгущёнка. Ненатуральное, значит. Ну ладно. Вот такие чипсы. Сынуш. Два пакетика, надеюсь, уже съел. Вот такое мясо взяла. Я делала шашлычки с куриным филе и с беконом. Очень получились вкусные. Сыну понравились. Он попросил ещё. Но мне показалось, что с беконом они очень жирные. Так. Госпожа проверяющая пришла. Идите, пожалуйста, идите. Идите отсюда. Идите отсюда. Вот. Поэтому я взяла вот такое мяско. Грудик, по-моему, да. Свинёный деликатесный. Ну, не знаю, короче. Такое вот мяско взяла. Оно уже готовое. В принципе, можно и так есть. Я его нарежу пластами тоненькими. И заверну такие же рулетики. Пробуем так. Может быть, не так жирно получилось. Так, значит, я купила такую колбаску. Сыр плавленый. Сливочный. Это тоже, ну, отчасти для рулетиков. И хурму взяла себе. Потому что сын у меня её не ест. Ещё я купила такой пакет картошки. Там два получился у меня пакетика картошки. Вот. А ещё я увидела такую мелоту. И не удержалась. Тоже себе взяла. Это же просто гениально. Гениально. Я там, значит, всякими тетрадочками пользуюсь. Которые у меня мохнатятся, лохматятся. А тут, оказывается, вот такие вещи продают. Смотрите. Это блокнот для того, чтобы записывать свои репертеры. Ну, или не свои. Он разделён на отделы. Как вот здесь. Здесь можно пронумеровать страницы. И расписать. Всё, что хотите, пожалуйста. Можно по порядку, но особой разницы нет. Вот из рыбы. Вот видите, блюда из рыбы и морепродуктов. Там блюда из мяса, вот, пожалуйста. Супы, салаты там есть. Супы, салаты. А, вот салаты, кстати, первые. Сами идут. Консервирование там в конце. Ну, короче, такая прикольная книжечка, блокнотик. Мне очень понравилось. А я на этом с вами буду прощаться. Всем всего доброго. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за лайки и комментарии. Присоединяйтесь к нашей большой семье, кто ещё не присоединился. Всем будем очень-очень рады. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»